Я не смогла пройти минимум. Вроде бы недёшево, да? Правильно сделала, что взяла. Кто это за шняга? Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Све. Сегодня у нас распаковочка. Фиксики-прайсики. Два вот таких больших пакетика. И кто бы знал, как я обожаю это видео. Мне прям сегодня надо снимать. И я такая, ой, прям вот приготовилась. Куфточку одела, которую вы ещё, возможно, не видели даже. Ну и прежде, чем мы начнём, обязательно подпишись на мой канал, если ты ещё этого не сделал. Ставь лайк моему видео и поехали! Очень много всего. У нас сегодня будет такой новогодний фикс-прайс, плюс покупочки для дома. Завалила фикс-прайс новинками, всё такое. Так, давайте вот первое я сейчас вытащу. Просто большие такие. Я вижу, я взяла вот такие вот подушечки под попочку, да? Они мне прям очень понравились по цвету. Ну вы понимаете, да? Тут белое всё, бежевое, все дела. И они классные. Они реально пушистые, мягкие. Там ещё были цвета, но мне прям бежевые понравились. И честно говоря, у меня нет квадратных стульев. У меня они круглые все. И они ещё цепляются здесь только с одной стороны. Поняли? Вот там, где у нас получается вот так вот. Да? Спинка. Здесь вот просто цепляется и всё. Захотел, поднял, убрал. Захотел, опустил. Милая, начинается. Ну иди, пожалуйста, кошка моя. 149 рублей стоит. Они реально очень мягкие, классно сделанные. С обратной стороны у нас идёт, смотрите, видите, в пупырушку. То есть, чтобы оно не скользило ещё. Очень классные вещички. Мне понравились. Мне показалось, что это достаточно качественно и недорого. 149 рублей за одну штуку. Я взяла две и подумала, что может у меня будут такие стулья или мало ли что, куда. Короче, я не смогла пройти мимо этого цвета. Мне показалось, что это улов. Улов. Вот, пожалуйста, смотрите, вот, милочка, ложись. Ну, ложись, вот, ложись, на. Всё, вот, ложись. И лежи здесь. Ладно, давайте новогодний, как бы, заявка была, да, на новогодний. Давайте начнём с каких-то новогодних, правда, вещичек. Итак, первое, что мне очень понравилось, это наклейки. Наклейки я уже брала в фикс прайсе, силиконовые. Они вешаются на стекло, на окно, не оставляют следов. И, то есть, я уже это знаю, мне это нравится. И когда я вижу какие-то новые наклейки, причём, они, знаете, даже, они многоразового использования. Их можно как-то там хранить, на что-то приклеить, да. Но я, по-моему, их даже выбрасывала все. И мне по приколу покупать что-то новое. Я взяла вот здесь такие белые снежинки. Они, типа, со стразиками. Ну, они... Они силиконовые, да. Ну, короче, типа, со стразиками серебристыми. Две я такие взяла. И одна взяла здесь снеговичок и так далее. Ну, так как у нас новая квартира, её, кстати, мы ещё не украшали. Мы первый Новый год будем отмечать в новой квартире. Обалдеть! Да, я хочу её украсить. Я думаю, что делать с ёлкой. И вообще я не хочу настоящую ёлку. Я не хочу зелёную ёлку. Я хочу белую красивую ёлку нарядить. Я давно, на самом деле, это хотела. Ещё на других квартирах всех моих. Но что-то не получалось. У меня была маленькая белая ёлочка. А я хочу большую белую ёлку. Ну, не знаю, как будет. Возможно, я что-то передумаю. Ну, буду держать вас в курсе. Но вот эти снежинки, они огонь. У меня теперь, представляете, сколько окон? В детскую красоту наведи. В зале красоту наведи. В спальне, естественно, красоту наведи. Окна надо ещё помыть, пока тепло. И вот, ну, прям вот эти силиконовые наклейки зачёт. И они стоят всего лишь 99 рублей. Смотрите, сколько, да? То есть, прям на два окна. Ну, я не делаю на всё окно. Короче, у нас будет украшение к Новому году. Обязательно я вам покажу. Так что, пока можете брать вот эти наклейки. Они классные. Вот даже здесь на окне видно, как красиво оно будет смотреться. Так, дальше, что я взяла? Это кокошники. Смотрите, я выбрала два. Там ещё были голубые. То есть, я взяла беленькие и взяла серебряненькие. Вообще, они недалеко друг от друга ушли. Я реально могла взять золотистые лучше бы, да? Ну, тупанула. Видите, у меня прям серёжки такие, прям под кокошник. Ну, не знаю. Я реально, вот сейчас реально смотрю, и что они даже не отличаются на видео сильно. Ну, хрен его знает. Мне вообще, нормально меня видно? Мне кажется, как-то света, что ли, мало. То ли что. То ли наоборот. Как-то странно. Ладно. Кокошник. Это к Новому году. Буду я снегурочкой для вас. Буду менять кокошники. Так, шила на мыло, как понятно. Белый на серебре. Но они ещё не поменяются особо. Ну, да хрен бы с ним. Может, с кем-то будем снимать совместное видео интересное, новогоднее. Пишите идеи, чтобы вы хотели к Новому году. Будем такие в кокошниках. Обязательно сниму видео, какие идеи подарков подберу. Для вас идеи подарков, что подарить на Новый год, да. И, может быть, какие-то челленджи новогодние будут. В общем, новогодний антураж, в общем, я взяла для этого, да. Для чего вы можете взять этот? Стоит 199 рублей один кокошник. Ну, в принципе, сделан достаточно... Давайте откроем да посмотрим. Вот, например, беленький. Потому что 200 рублей за кокошник как-то вроде бы не дёшево, да. Должен стоить рублей 50. Так, сделан он на такой бумаге, которая, знаете, вот это лепится в ванне. Часто делают всякие эти рисунки, приклеивают. Водой мочишь и приклеиваешь, да. На такой бумаге. И здесь у нас прям стразики хорошенькие такие, жемчужины. Ну, красиво сделано. Вопрос только в том, как оно будет держаться. Насколько красиво. Давайте померим. Как оно будет? Какая я буду красивая снегурочка или там кто? Слушайте, ну неплохо, кстати, да. Только вот тут ухи торчат как-то. Как этот, вамп какой-то. Снегурка-вамп, да. Ну, так, а как ещё можно повесить, чтобы было красиво. В принципе, держится. Ну, кудряшки тут должны быть, как бы кудряшки, да. В принципе, держится. Держится достаточно плотно. Не давит так сильно прям, да. Ну, вот вам и снегурочка. Просто как снежная королева. Вот так вот. Вот так вот. Можно, кстати, часть волос поднять, да, и бросить как бы их вот сверху. Можно, может быть, можно вот так, смотрите. Вот так вообще опустить. И вот так вот сделать. Ой. Вот так, например, да. Вариант ещё. Тоже за ухи можно убрать. Ой, бог ты мой. Запуталась эту. Ой, моя серёжка. Ну, вы поняли, да? То есть, вот. А тут серёжка. Вот. Такой вариант. О! Такой вариант. И вот я буду такая снегурочка вам что-то вещать. В камеру не помещались. Достаточно высоковато. Ну, в общем, красивый кокошник, девчонки. Я не знаю, сколько они стоят. Наверное, вот потому что Новый год, да, и поэтому такая цена. Может быть, можно и дешевле где-то найти. Скажите, где покупаете вы. В комментариях пишите. Может быть, это будет кому-то полезно. Кстати, напишите, на ваш взгляд, какой более интересный. Серебристый или белый кокошник? Поехали дальше. Что у нас новогоднее ещё есть? Новогодние подарки. А, всё. Всё. Да, немного новогоднего я взяла. Потому что, на самом деле, я в прошлый раз брала, и у меня очень много всего. И ещё я с другого сайта заказала. Блин, будет распаковка на моём втором канале. Будет распаковка. Будет такая гирлянда у меня висеть. Я ещё не выбрала, в какой именно комнате повесить всё это. Но такая, как занавеска из гирлянды. Поняли? Всё окно, все занавески будут из гирлянды. Такой дождь гирляндовый. Я вот на этом фоне хочу снимать даже. Да, будет очень красиво. Я думаю, наверное, даже в детской сделать это. Чтобы оно не было приурочено в комнате. Короче, вы всё увидите. Я покупаю не только в фикс-прайсе. То, что я брала в прошлый раз в фикс-прайсе, у меня ещё целая гора, целый вот такой огромный пакет. Что-то мне дарили. Украшать буду квартиру в каждую комнату. И будут везде висюшки, гирляндушки. И у меня будет вообще... То есть всё очень, очень, я думаю, нарядно. Поэтому в фикс-прайсе немного нарядного взяла. Но, как вы видите, прикольно. Ещё я у Тани увидела вот такую декорацию семи шаров с конфитюрами на подставке. 199 рублей стоит. Я брала как-то, да, с конфитюрами, но там были другие шарики. И не было подставки. Кто не видел, то можете посмотреть, в принципе, распаковку фикс-прайса у Тани. Она их там все надула, все поставила. И очень хорошо смотрится. Я не буду сейчас это делать, потому что я думаю, что это как раз таки... Я когда зашла к ней, увидела, стоит оно так красиво. Я думаю, опа, хочу себе. Оно реально так объёмненько. Вот эти штучки и светятся там. Можно придумать что-то, чтобы включить туда фонарики, светяшки какие-то, да, сделать. У меня есть, кстати, с фикс-прайса. Можно засунуть прям в шарик эту светяшку, а потом включать её. Да, я думаю, прикольно будет. И так же на фон ставить. Оно будет очень хорошо смотреться. Они достаточно долго стоят. 3D-ки они нравились, он играл. Короче, они на палочках. Ну, вы поняли, да, на палочках, вот на подставочке стоят. И я решила такие взять. Но это тоже к Новому году или там ближе туда. Сейчас я не буду надувать. Кому интересно, ссылку оставлю на видео. Вот это фикс-прайс, где Таня снимала. Можете зайти посмотреть. Для дома у нас теперь идёт всё. Очень много новинок для дома. Обалденных просто. Я взяла вот такие по 99 рублей. Это салфетка сортировочная. 45 на 30 сантиметров. Цвет, опять же, видите, это под мою кухню. Мне понравилось. Я увидела, знаете, что-то такое прям... Вот прикольное. Она плотная. Из чего сделана, непонятно. Её можно скрутить вот так вот, да, положить, храниться куда-то, если она не нужна. Ну, как бы я для сервировки тоже взяла. Просто ставишь на стол, да, и там накрываешь. Ну, потом берёшь все крошечки, смахиваешь, как бы убираешь, да. Для сервировки, для, я не знаю, это может быть как и доска, честно говоря, да. Ну, может быть она слишком мягкая для доски. Но, тем не менее. Это может быть как подложка для того, чтобы ребёнок там что-то рисовал, писал, играл, да. Я подумала, что это какая-то универсальная вещица. Она сделана хорошо, у неё запаяны отлично края все. И она вот такая мягкая, и цвета были там серые, и были бежевые. Ну, я вот решила взять. Мне кажется, даже вот сюда, вот, тоже красиво оно лежит. Можно положить и на одну, и на вторую, и оно прям, как знаете, прикольно. Короче, я взяла сразу две. 99 рублей, это не 199, я взяла две и думаю, блин, правильно сделала, что взяла. Короче, прикольные штуки. Дальше, дальше, дальше. Раз мы к кухню пошли, давайте про кухню. Вот такой взяла, последний оставался цвет, посмотрите, нашла. Это такой заварочный чай. То есть, это не френчбокс. Здесь у нас достается вот такая штука. Вот. Сюда засыпается чай или кофе, да? Картинок нету никаких, да? Ну, чай, 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 чайник заварной. Да, кофе не надо, хотя можно. Тут достаточно мелкие дырочки, и можно, я думаю, кофе как-то более такой крупный. Крупного помола засыпать сюда, да? А можно даже, знаете, что сюда? Фильтр поставить и вообще делать кофе. Да, можно. Обалденно. Но, в первую очередь, мне понравился цвет. Во вторую очередь, у меня френчбокс есть. Я еще, кстати, заказала. Френчбокс называется, да? Френчпресс. Френчбокс. И все, и льешь себе. Здесь у нас сколько? Один литр заварной чайник. Вот я же говорю, цвет понравился. И он там был последней девочке. 199 рублей. Классный, классный. Он идеально просто на мою кухню прям невидимым. Невидимым будет. Так, еще у нас для кухни вот такую вещицу я взяла. 99 рублей для вафель. Я вообще обожаю эти бельгийские вафли. Это для бельгийских вафель. И я была в Бельгии. Я ела самые те настоящие бельгийские вафли там в центре. Какой-то праздник был. Не помню, с чем связаны. А, по-моему, даже каждый выходной там какого-то писающего мальчика этого. В общем, там какие-то пляски, танцы. И там такая, знаете, как мини-ярмарка такая есть. Я не знаю, если эти кадры остались, я сюда повставляю. Очень прикольно. Было весело. И бельгийские вафли прям там. Они безумно-безумно вкусные. Я их очень люблю. Да, там и мороженка можно положить. И чем-то кремом, и сахаром посыпать. Но я не знаю, я никогда не делала их. У меня есть как бы духовка, все дела. Я взяла там разноцветные формочки. Если я взяла вот такую, да, чтобы сделать, то немного. Просто вот раз сделала, в духовку положила. Ну и, соответственно, состав можно делать там какой хочешь, да. Я думаю, что мы с вами обязательно на канале, на моем вот главном, да, все здесь приготовим. Так как у меня рубрика «Готовим с селеной». Что-то экспериментируем, пробуем. В общем, 99 рублей, мне кажется, нормальная цена для вот такой вот формочки. Ой, смотрите, здесь даже есть рецептик. И не надо искать вафли в духовке. Вот, кстати, можно приготовить вот эти вафли по рецепту фикс-прайса в формочке из фикс-прайса. Дальше для дома у нас вот такие штуки я докупила еще. Они все время как бы исчезают, знаете, розовые. Вы же помните, да, что я уже не буду показывать свой гардероб с розовыми этими подставками. У меня, короче, все там в розовом. Осталось поменять, я не помню, 4 или 5 штучек, и я отдам их маме. Голубые купила. И вот всегда, когда я вижу в магазине вот эти розовые, я их беру. В общем, еще 4 штуки нашла. Взяла по 55 рублей всего. И что у нас еще? Что у нас еще? Трусямбы. Да, все, трусямбы. Трусямбы, ямбы. В фикс-прайсе новые трусики. Смотрите, я взяла 44 размер. Все, в надежде, что мне он прям подойдет. Они, короче, типа бесшовные, но 100% хлопковые. 99 рублей. Что это за шняга на трусах? Может, это конфетка, конечно, кто-то ел. Конфетку какую-то. Короче, белый цвет, они тянутся, и они вот прям как-то сделаны без шовчиков, понимаете? Ну, как бы шовчик, но такой вот, не отстроченный, а они как будто склеены. Видите? Вот, и полностью такие сделаны. И только вот шовчики вот здесь есть. Здесь не стали клеить, но их как бы, видите, один на один положили. Типа вот нет шовчика. Ну и, короче, вот беленькие я взяла. Цвета мне понравились. У них вот такие розовые пудровенькие. Они прям хорошо тянутся, видите? Мне даже кажется, что они могут растянуться. Вот даже здесь, видите, вот тут тоже вот оно приклеенное, чтобы шва не было. Ну, приклеено кривовато тут все дела, но в целом они вроде ровные. Их взяла черные такие. Вот они, видите, вроде маленькие. Потом их вот так растягиваешь. И они как бы растянутые уже, видите? Я не знаю, после стирки они сядут или... А, ну понятно, так это не козюля, это клей. Вот, тут даже клей видно, смотрите. Видите? Клея немного видно. Вот розовые трусы сильно растянула. И теперь кажется, что я не 44 размер взяла, а 46 по сравнению, видите, с белыми. Вот смотрите, насколько они больше стали, видите? Здесь и здесь. И обратно они не складываются. Вот непонятно из-за чего это. Здесь вроде нормально. В общем, накупила я себе кайфовых, дорогих трусов. Лакшери просто буду гонять. Да нет, на самом деле, правда, вот я в прошлый раз покупала бежевенькие такие трусики их экспрайсы. Они мне очень понравились. И я их купила там 5 штук. И такое ощущение, что, ну, как бы, только их и носила, на самом деле. Потому что они реально удобные, классные. Их не видно. Они смотрятся гармонично. Надеюсь, вот эти будут тоже прикольные. В общем-то и все, мои хорошие. На этом видео я заканчиваю такое коротенькое. Но на самом деле очень классные находки. В фикс-прайсе много интересного. Сейчас к Новому году. Сейчас там будет очень много всего и новогодних, и подарков. Понимаете, то, что можно в Новый год дарить. И, конечно же, больше именно с магазина, именно с полочек, все новинки я показываю на своем втором канале. Поэтому обязательно проходите по ссылочке на мой второй канал. И там вы увидите больше. Здесь я уже показываю именно то, что я купила, то, что прям мне нужно. Ну, а теперь я с вами прощаюсь. Жду от вас подписочку. Лайк, если понравилось мое видео. И пишите ваши комментарии. Интересно будет почитать. Ну, и прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok